здравствуйте неделю назад было видео про эту орхидейку как внезапно на стволе появился фузариоз я начала его лечить я перевернула вверх ногами так как расскажу что с ней дальше произошло я отделила от этой орхидейки корневую пенек оставила в горшочке так как корней очень много а сам стволик начал перегнивать и резко произошла вот это вот чернота черноту я зачистила пенек я уберу в сторону о нем сегодня говорить не будем сегодня расскажу про эту орхидею после того как она у меня стояла в воде одним корешочком дотрагиваясь до воды и ствол я зачистила и намазала фундазолом и за неделю произошли такие изменения посмотрите стволик начал желтеть все выше и выше корешочек вот этот омертвел веламен засох этот второй тоже видите полностью орхидейка что-то не хочет жить совершенно и это тоже вот засыхает отмирает что мы с ней еще попытаемся этот еще живой корешок я думаю наверное нужно снять этот листочек хотя он и не желтый тургор не потратил не поменял ничего но посмотрите вокруг листочка все черное и он начал отмирать засыхать я хочу попытаться сейчас снять и посмотреть что под этим листочком сам вот этот листик повредился или нет сейчас на ваших глазах я попробую это снять все ну как сейчас мы его разорвем попортим уже ремонт осталась корневая сорт этот останется смотрите снимаем смотрим что здесь как он легко снимает совершенно легко гниль видите на листочки полнейший они он бы сам по себе засох сто процентов какая-то бяка нет это не живность я думала это живность сейчас попробуем зачистить смотрим но такие листик сняла видите какая сильная чернота пошла я не знаю вряд ли он выживет этот листочек сильнейшая чернота а может быть срезать его посмотрите они смысл держать этот листик наверное возьму скальпель и обрежу его полностью эти и попробуем все таки спасать черная сильно ведь и черная а все началось на стволе орхидейка вроде бы это реанимашка была до реанимашка может быть в магазине не знают какая пропадет какая не пропадет какая выживет смотрите о прижала и полностью все отпало ведь и поэтому она бедно не удавалось но ничего попробуем с одного листочка восстановить целую орхидейку так как у нее здесь есть почки на листике если нам удастся остановить гниль сейчас я возьму скальпель и вот эти черные места немного подрежу сейчас я это все по убираю в сторону недалеко а так именно в сторону салфеточки не мешало растерю салфеточку и буду показывать что вам это делать что буду делать свои орхидейка вот у меня остался один единственный листик листик тургор не потерял ничего с ним такого серьезного не произошло но немножко серьезно то что нет корневой это другое дело а мы сейчас будем с вами наращивать эту корневую для начала возьму салициловый спирт возьму салфеточку и протру скальпель так она бедная эта орхидейка вся в инфекции для этого протереть скальпель нам не мешает немного поближе беру орхидейку и мне нужно зачистить черные места так как мы будем наращивать корни из ничего для начала спасем ее от фузариоза от этой гнили черный чтобы ничего не осталось черноты то это уже немножко видно прошлый раз я оставила и пошло 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 и целый листик еще испортился но еще надежды кое-какая осталось смотрите серединка целая вот это место вокруг плотненькая мне кажется что даже могут появиться откуда-то корешочки ну давайте будем экспериментировать смотрите что я делаю дальше этот срез я сейчас обработаю не зеленкой не перекисью водород а возьму обыкновенный вот антибиотик ксероформ это очень хороший антибиотик у меня были опыты я спасала ним леодору там была с точки роста гниль сильнейшая я ее спасла она даже дала детку и детка цвела и леодора тоже у меня до сих пор цветет кому интересно посмотрите мое видео вот я набрала этот порошочек и в серединку где я сделала срез нужно засыпать порошочком и нужно чтобы он подсох вот это я обсыпал это ничего страшного и вытирать не буду уже сыпучий пускай так все будет это не страшно главное чтобы срез подсох хорошо дальше порошочек мне уже не нужен конечно тут намусорила немного но это ничего все после того как подсох порошочек я вам просто расскажу а поставлю ее для того чтобы она пускала корни чуть-чуть позже смотрите я возьму стакан с водой воду ничего капать не буду и первым делом я ее должна поставить воду чтобы она не потеряла тургор если оставлю на столе она до утра потеряет всю влагу воду вниз шейка я поставить не могу так как порошочек растворится в воде и никакого эффекта не будет корневая и шейка намокнет я оставлю вверх ногами листик листик будет пить воду с другой стороны а стволик подсыхать таким образом у меня будет стоять эта орхидейка вверх ногами на вот этой полочке на окно ее ставить не буду поставлю на полочку и буду следить за ней что с ней будет дальше происходить какие будут изменения все вам покажу вот она у меня в порошочке через какое время она нарастит корни тоже вам покажу будет корешок или пропадет что с ней будет эта часть все по выбрасываю вот корешок хотя был хороший но стволик перегнил окончательно видите гниль пошла и держать его уже нет смысла чуть-чуть прижала сразу лопну и закончу свое видео на хорошем ноте посмотрите как у меня расцвел башмачок это сказочный башмачок такой красивый 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 посмотрите какой он перламутровый блестящий у меня здесь вот растут в горшочке башмачки они у меня все лето были на улице а сейчас перешли на зимнее хранение посмотрите какая красота какая чашечка смотрите какой он красивый не можно любоваться постоянно внутри по губа за не за башмачком ухаживать очень легко это растение вообще не прихотливая у них корни не пропадать как у орхидей черная ножка не нападает как у пеларгоний у них другие особенности кому интересно смотрите мои видео я все подробно рассказываю показываю стараюсь доступно чтоб все было спасибо за внимание оставайтесь вместе со мной ждем результатов от этой орхидейки как она себя покажет дальше победим мы фузариоз или нет ну надеюсь победим до свидания что я не знаю